Здравствуйте! Вот собираем остатки яблок. Это у нас антоновка. Уже видите совсем мало. Варили повидло. Каждый раз приходишь и на земле. А этот сорт такой, что вот упала сразу к вечеру. Утром упадет, а к вечеру будут вот такие черные пятна. То есть в идеале эти яблоки, конечно, надо срывать. Вот как сорванные. И они могут лежать. Сейчас сорт очень хороший. Можно их квасить. Почему я сейчас это видео снимаю? Потому что начался сезон яблочного уксуса. И приглашаю в плейлист. Там есть все о яблочном уксусе. Найдите. И очень простой доступный рецепт. Прекрасно растет грибматка. И вам будет отличный яблочный уксус. Пользуя яблочного уксуса очень много информации. И можно это все найти и почитать. Помогает очень, очень, очень и выручает при многих заболеваниях. Он даже вчера разговаривала с тетей. У нее, знаете, вот эта подагра очень сильная. И раньше эти шишки вот это все очень болело. И, как она говорит, благодаря облочному уксусу начала натирать ноги. И эти шишки, как она говорит, не перестали так болеть и выкручивать вот эта боль страшная. Так что полезен всего. Эти все яблочный уксус, там энзимы. Все это для иммунитета, для переваривания. Пьем мы сейчас просто, знаете, да не то, что там утром выпила. Вечером выпила стакан со столовой ложкой уксуса. Нет. Мы, раньше у нас был чайный гриб и мы, как говорится, на чайном грибе хорошо плотно сидели, ну, сидели, пили. Выбросили этот гриб, что-то с ним не то стало. То вот так чуть-чуть подкислил, и уже вкус другой. И ты уже не просто воду пьешь, а уже что-то такое кисленькое, вкусненькое. И микроэлементы, и витамины. Это же все сохраняется там в любом случае. Гриб перерабатывает, но перерабатывает, но все равно она там все сохраняется. Ведь польза яблок очень большая. И все вот это, естественно, в таком сохраненном виде переходит. Плюс бактерии, грибки, которые помогают по переработке пищи и усиливает иммунитет. Потому что иммунитет тоже, в первую очередь, грибки и бактерии. А тем более, если вы будете делать сам, каждая хозяйка, и вот я рассказываю, перемешивать надо руками. Если у вас руки чистые и нет ни высыпаний, ни экзем, ничего, то вы уже даете свои бактерии, которые с вашего иммунитета, они всегда находятся в руках. Это тоже первая защита иммунная. Поэтому яблочный уксус надо обязательно делать. И вот сейчас я уже нарезала восемь банок. Но мне мало. 20 литров на семью четырех человек это мало. Но я, правда, и сливу мариную, и салаты добавляла. В этом году нет, потому что в прошлом году меньше сделала. У нас яблок вообще не было. Вообще очень плохо там вообще какая-то мелочь. Брали у соседей. И разошелся, что весной вынуждена была, чтобы я сделать маринованные сливы, по-быстренькому сделать яблочный уксус. И так мариновала сливы. Так что расход яблочного уксуса у нас растет с каждым годом. Все больше и больше мы его употребляем. И многие удивляются. Как можно такое количество? Можно. Вы только начните. Как только начнете, вы увидите, что расходы будут увеличиваться. и желание его делать. Протирают кожу. Вот я рассказала, как тетя моя применяет его. То есть поласкивают волосы. Укрепляют свой иммунитет. Яблочный уксус, а он на самом деле... Кислота, а на самом деле ощелачивает организм. Ощелачиваете организм, значит, у вас будут в организме патогенные бактерии плохо уживаться тогда. И вирусы плохо будут себя чувствовать, если будут попадать. Поэтому... Надо делать обязательно, надо делать яблочный уксус. Видите, уже... Ну, наверное, еще и в этом году запишу видео. Потому что каждый раз хочешь и что-то упускаешь. В прошлом году где-то затерялся кадры, как я показывала, перемешивать. Яблочные, когда идет брошение. Все не то, все не то, все идеально не получается. Все с какими-то недостатками. Поэтому и в этом году, наверное, вот в понедельник стану. Там мне надо нарезать две, а может больше нарежу. Банки четырехлитровые. Я в четырехлитровые банке очень удобно. Потому что рука хорошо помещается, когда перемешиваешь. Ну, и получается, что место меньше занимает все-таки, что три литры, что четыре литры. У нас полки. На полках, говорится, каждый сантиметр учитывается. Потому что много... И помидоры делаем, и маринуем, и квасим, и огурцы. И дочь у меня очень любит квасить жгучий перец и ест. Может, для кого-то это в диковинку, но у нас все это... Поэтому сквашивание, брожение, вот это все нам помогает сохранять здоровье нашему организму. И дополнительные полезные бактерии и грибки. Наши предки так жили. Поэтому надо вспоминать, как было когда-то. А не идти в магазин. Непонятно, что покупать. Непонятно, как сделано. И уж точно там после стерилизации, по стерилизации ничего из этих энзимов, бактерий, грибков не сохраняется. Просто вы будете покупать только кислоты. Поэтому делайте, учитесь. Заходите ко мне на канал. Очень простой рецепт. Очень все доступно. И будете всегда со своим полезным яблочным уксусом. Заходите. До свидания. Всего всем хорошего. Подписывайтесь.